22 июня 1941 года в самую короткую ночь лета войска гитлеровской Германии перешли границу нашей страны. Началась Великая Отечественная война. Традиционно в этот день в Иванове проходят акции памяти. На этот раз более 150 молодых людей и девушек прошли колонной от площади революции до мемориала славы. В руках у молодежи цветы, свечи и фотографии дедов и прадедов, погибших на фронтах войны. Сегодня мы инициировали вот такую акцию, которая называется «Бессмертный полк». Предложили нашим ребятам, молодежи раскрыть свои альбомы, найти фотографии своих родственников, своих дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек. И выйти на эту акцию с портретами и отдать дань памяти нашим героям, нашим победителям. Колонна прошла по Шереметьевскому проспекту до Вечного огня, где состоялся траурный митинг. Для нас это история, которая как каплю воды в пустыне мы сможем раздать нашему поколению и передать будущему. И каждую букву, и каждое слово, из которых складываются предложения, мы не можем говорить без боли в горле и слез на глазах. Потому что для нас это священно. Это вечная память тех, кто встал на защиту Родины. Тех, кто не вернулся из боя. В руках у молодых людей и девушек, не просто посеревшие от времени фотографии. Это дань памяти и уважения простым солдатам, бесстрашно сражавшимся за свой родной край. Мой дед родился 27 мая 1923 года. На фронт он был признан весной 1942 года. Окончил в Москве школу младших командиров. И был признан в третью дивизию артиллерийского. За боевые действия он был награжден двумя медалями за отлагу, за взятие Берлина, за освобождение Аршава. С детства, слыша рассказы о воинском долге и доблести, Иван поступил в институт МЧС, чтобы тоже защищать страну. Но уже в мирное время. После торжественного возложения цветов и венков к вечному огню молодые люди свечами выложили звезду под ножием мемориала. Как символ благодарности за жертву, принесенную советскими солдатами. Я третий раз участвую в этом шествии. И для меня это каждый раз большая честь. Потому что это невероятное просто чувство переполняет. А в этот раз еще перед этим смотрели Брестскую крепость. И просто эмоции зашкаливают. И хочется плакать. Действительно, первый раз у меня вот настолько переполняет чувство. 22 июня навсегда останется черным днем в истории России. Днем памяти и скорби. Великая Отечественная война унесла огромное количество жизней. Но каждый из защитников Родины жив. В памяти своих благодарных потомков. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.